Приветствую вас. Я полагаю, что именно в вашем случае имеет смысл подумать о том, как вы взаимодействуете со своей мамой на данный момент, сейчас, и как вы взаимодействовали со своей мамой в детстве с детства и так далее. Почему? Дело в том, что мама – это первая женщина в жизни каждого мужчинам. И если мама ведет себя только как мама, только как мама взаимодействует со своим ребенком, то можно говорить, что у такого ребенка будут серьезные проблемы с построением отношений с женщинами, потому что он не знает, как себя с ними вести. И это, к сожалению, нормально. с мамой. Вот. То есть, перво-наперво, нужно определить вот этот момент, какие у вас отношения были с мамой, и как вы себя ведете с мамой, взаимодействуете как с ней и так далее. Второе. Вопрос. Собственно. А для чего вам девочка? Зачем она вам? Какой целью она вам? То есть, ну, вам нужен секс? Если нужен секс, то, я полагаю, его не проблема получить у девушек легкого поведения, например. Если вам нужен именно секс. Если же нужно что-то другое, что-то еще… с этим можно разобраться, чего именно вы хотите получить от девушек. Не для того ли вам нужна девочка, чтобы хорошо себя чувствовать, чтобы лучше себя чувствовать, чтобы качественнее, можно так сказать, ну, ощущать себя, чтобы адекватно взаимодействовать с окружающим миром. По-моему, вы считаете, что девочка необходима для того, чтобы, ну, например, быть более равноправным членом обществу. Это не так. Это заблуждение. На самом деле девушка абсолютно не дает никакого преимущества в обществе. Особенно если вы, значит, как-то, ну, в себе не уверены и так далее. Вы говорите, что вроде бы нормально одевается, не толстый, не худой. т.е. вы ориентируетесь исключительно на внешний вид и на то, что начитано, и можете по вашему мнению сделать, ну, или, может быть, создать, поддержать, устроить любой яркий разговор. Здесь, конечно, есть, на мой взгляд, одна тонкость, о которой я хотел бы вам пояснить. Ага. Дело в том, что вы по какой-то причине считаете, что все дело в этом. Дело в том, что вы, например, хорошо одеваетесь, что вы, например, яркий, что вы можете, например, поддержать разговор какого-то. И это моментально дат вам, ну, какое-то преимущество, что ли, перед, ну, например, перед другими мужчинами. А это на самом деле не так. Это на самом деле абсолютно неверно и не имеет ничего общего в действительности. Почему? Потому что вы можете сколько угодно считать себя ярким, и вы можете быть ярким, но если девушка с вами не чувствует себя женщиной, то вся эта яркость не идет впрок. Поэтому я рекомендую вам подумать о том, насколько и по поводу чего вы общаетесь с девушками, что вас объединяет. Какова общая деятельность с девушками? Возможно, общая деятельность. Вы же наверняка занимаетесь какой-то общей деятельностью. Ну, может быть, учитесь, как-то еще что-то делаете. Вот. Важный ли это момент? Да, безусловно. Это очень важный момент. Если мы говорим о том, чтобы вы нашли себе девочку. Это очень важный момент. То есть дело еще раз не во внешнем виде, а дело именно все в том, как вы себя преподносите и как вы взаимодействуете, если угодно, с девушкой. Вот это принципиально важный момент. Что касается активности, то на счет активности я могу сказать только то, что действительно нужно быть более активным, может быть, больше стараться смешить женщин, может быть, стараться делать их пребывание с вами каким-то более интересным, более веселым. может быть, в этом направлении вам тоже стоит как-то посмотреть. Но здесь я бы не стал говорить, потому что не знаю всех деталей вашей проблемы. И, соответственно, давать какие-то рекомендации, на мой взгляд, кажется преждевременным. Ну, потому что все-таки вначале надо узнать вашу ситуацию в целом, стараться ее определить, а там уже дальше будет видно, в чем проблема. Пока что я просто говорю, исходя из того, что объективно, может быть, что мешает вам. Это отношения с мамой, как правило, это отсутствие мужского поведения вашего. Вот. И здесь, соответственно, может быть, как проблематика с отцом какая-то, так и некоторые другие могут быть вещи и проблемы. Но, в большом счете, это выбор модели мужского поведения. И думать нужно именно в этом направлении. То есть, какой вы мужчина, какую позицию вам хотелось бы занимать по отношению к женщинам? Это очень важный момент. Если вы постараетесь ответить себе на эти вопросы, то многие вещи для вас прояснятся и будут более понятными, более четкими и так далее. По крайней мере, вы сможете увидеть, что именно у вас не получается, что именно не складывается и, соответственно, в каком направлении вам нужно двигаться для того, чтобы получить эффект. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. До новых встреч! Продолжение следует...